Здравствуйте, это канал Максимадзе, и это снова модный летсплей в Майнкрафте. Короче, в прошлой серии у нас произошел большой казус, мне пришлось несколько раз включить режим креатива, потому что в Сумлечном Лесу произошел какой-то глюк, когда я был ифритом, и я начал умирать от дождя, ну ифрит действительно умирает под дождем, но я переключился на себя, и все равно при этом умирать продолжал, и так сколько ни возрождайся, все равно умираешь, это какой-то вообще бред. Я не мог там подобрать свои вещи, и поскольку игра вот так шутит надо мной, мне пришлось тоже над ней пошутить и креатив врубить. Хотя вот потом я вернулся в обычный мир, и там я не умирал под дождем, за ифрита умирала, за человека нет, как-то очень странно. Неужели в Сумеречном Лесу вредоносный дождь какой-то? Но вроде бы не должно этого быть. Наверное, там не любят ифритов просто. Но почему, но я стал человеком, почему я все равно умирал там, продолжал? Кем бы я ни был, я все равно там умирал под дождем. А при смерти пишут, что я был убит с помощью магии. Какая ум... У дождя какая-то магия есть или что? Какой, короче, какой-то бред. И не знаю, надеюсь, вот что после перезапуска, мы на следующий день снимаем. Надеюсь, что после перезапуска такой фиги не будет. Вот, кстати, рамки вернулись. Игра, короче, меня подставила, какого-то фига разоглючили рамки, они мне отобразились. Я думал, что это Андрей у меня их спер. Я никогда... Я же говорил, что я не ворую. Да, это игра тебя подставила. Кошмар, вот. А я почти крышу доделал в самом доме. Так, надо поставить на плавку железа. Которая была найдена в Сумеречном Лесу. Ещё я нашёл... В конце прошлой серии я нашёл, наконец-то, первого босса. Это Нага. Нагу надо сначала загасить. Но одному мне там, конечно, не справиться. Так, секунду. Ага, отлично, всё нормально. Золотую. Так. Вещей у меня более-менее есть. Правда, жаль только, что пропала реалмитовая кирка. Реалмит я пока много не находил. Зато я нашёл немало руды в Сумеречном Лесу из-за настрелокрафта. Надо бы... Ещё я спёр оттуда... Мы спёрли оттуда железную лестницу. Спёрли. Спёрли, да. Тихо свистнул и ушёл, называется Нашёл. Ой, коблин. Давай говорить своим языком. Мы просто нашли её. Я почти крышу смог. Задолбал это, коблин. Ай. Гаси его нафиг с тапком. С тапком? Тапком. Тащи, тапком его гаси. Сейчас ерунду, что ты говоришь, бля. Короче, надо собрать картошку, которая выросла. Я просто позитивный человек сегодня. Парам-пам-пам, парам-пам-пам. Выросшую картошку собираем. Выращиваем. Выращенную. Скорее пожарить нужно, потому что мне надо... Надо лазурит много накопать. Нам надо делать теплицу уже поскорее. Скоро же зима опять. Лазуритные блоки есть в сумеречном лесу, но мне для них... Но мне... У меня тогда была неподходящая кирка. Так, ждём, когда приготовится еда. И я думаю, пойти опять в сумеречный лес и пробовать побить на... Опять огрести, да? Я с тобой пойду, если чё. Отлично. А то уж я думал, ты откажешься идти. Я с тобой пойду. Я буду смотреть, как ты огребаешь. Ага, а сам чё делать будешь? Дай что чё. Стоять и смотреть. Блин, дождь пошёл. Ну-ка, я буду умирать под ним? Конечно, не буду. А в сумеречном лесу, может быть, и буду. Но надеюсь, что нет. После перезапуска игры-то. Так, надо доделывать крышу быстрее. Потому что тот дождь просто покоя вообще никакого не даёт. А я, кстати, такое чувство, что это не просто дождь, а дождь с грозой. Уж какое-то слишком тёмное небо стало. Так, если гроза, значит, возможно, у меня полыхнёт крыша, как обычно. Помнишь, у меня однажды крыша полыхнула от грозы, а от грозы она полыхнула у меня. Это было грустно. У меня полых... В первом... Не в этом летсплэе, по-моему. Нет, когда мы с Данилом играли, мы крышу полыхнули. А, у меня вообще пожара из-за молнии произошло в доме. И это меня тогда попытало сделать каменную крышу, изначально она из дерева была. В том месте, почему-то часто била молния, без грозы причём. Так, я сейчас проверю, можно ли спать. Поэтому сейчас я за каменные крыши. А, кстати, Андрей тут переработал мне немножко проход вот этот. Сейчас покажу. Вот это место заделать надо. Потому что там ничего нету. А вот тут он решил, короче, потолок сделать выше и это. Какое место? Погоди, я к тебе тэпнусь, посмотрю. Там вот заделать решил. Какое-то место заделаешь там. Да вот. Подожди, дай я пройду первый. Я вроде и здесь всё закрывал. Вот здесь вот лестница где? А вот тут, а вот, а вон туда дальше. Там же нету ничего. А, я закопаю, я закопаю. Не переживай. Я просто ещё не принёс булыжнику. Я думал, ты там захотел сделать ещё один какой-то хороший проход. Ага. Сейчас прям. Так, Садь, я же хотел посмотреть, можно ли спать. Можно спать, да. Опа, гроза на улице, точно. Давай быстрее спать. О, жесть какая. Ну-ка, дайте по-науру. А, нет, я с балкона посмотрю. Боже, надеюсь, мы это не целый. Так у тебя крыша из камня же вроде. Ого, нифига себе. Обалдеть. У тебя лошадь-скелепт на крыше. Седло найдётся, нет? А, ты здесь тоже. А на неё, по-моему, нельзя седло. На зомби лошади, на лошадь-скелепт. О, слизень. Слизень в карьере. Откуда он взялся там? Сложность, потому что поставил у нас с тобой. В смысле, срочно. А, это вошли спать, всё. Сложность на нормальный у нас. Как мне бесит, эта цикада нацелкает очень громко. Давай спать, всё я сплю. Отлично. Гроза наконец-то прошла. Лужи на улице одни у нас сейчас есть. Так. Обалдеть. Лошадь-скелет. Дайте подойти к ней поближе. Ну, лошадь-скелет вреда вроде как нам не принесёт. Просто лошадь-скелет. А так вреда не приносит она. О, их три. Они, они враждебные. Они идут за мной. А, это, это, это скелеты на лошадях. Скелетах. Они меня убьют. С чего? Мне надо срочно поесть, потому что у меня здоровье на исходе. Опа. Сейчас восстановлюсь и по... Крипер! Крипер возле сарая. С порталом. Вот если он заранёт портал... Они обложили мой вход. Ещё один Крипер. Монстры окружили наши дома. У тебя откуда-то взялись скелеты на лошадях. Не молния или импрызвало? Молния, скорее всего. Да, но я что-то не видел. Раньше не видел, чтобы молнии создавали такое раньше. Так, на крыше ещё один остался. Да иди ты сюда! Чего я его загасил? Я сейчас сам разберусь с последним. О, эндермен у тебя в доме ещё. Какой ты нехороший человек. Погоди, стой, 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 стой. А, я чуть ли в тебя не попал просто слух. Не бегай, где попало в следующий раз. Ладно? У нас есть кость. У нас есть костная мука. Да, а ещё зачарованный шлем. Защита-1. Я его надену, пожалуй. Опять здоровье на исходе. Так, у меня опять ко мне нифига не осталось. Так, стекло есть, уже хорошо. Лазурита у нас нет. Нам надо лазурит. Лазурит. Можно в Сумеречном лесу найти. Блоки там есть, короче. Так, эндермен. Ай, ай, ай. Эндермен больно бьётся. Он меня убьёшь сейчас. Какой отстой, а? Что это за жуткий звук сейчас такой был? Эндермен. Боже, убери эту штуку. Я умер и вещи все потерял. Я не могу. Так просто. Макс, я убрал эту штуку в сундук. Она всё равно... Эта цикада... А, вот, замолчала наконец-то она. Уж меня башка уже болит. Ты аккуратней там, входи. Ты понял. А, вот он. Так, я же место спавн не поставил. Я уже думал, вещи пропали все. Так, он на меня не смотрит. Пока он на меня не смотрит, я могу... Ты ему пока что нафиг не нужен ему. Он начинает атаковать меня, когда я его либо атаковать начну, либо смотреть на него. А ты не смотришь на него. Ой, он уйдет за мной. Он уйдет за мной. Нагрудник, похоже, остался внизу. А у меня нагрудник вообще был? Это у тебя спросить надо. Так, я слинивую в проход этот. Слинивую. А, кстати, забыл сказать. Там три блока. Он может тебя достать. Да пофигу. Он за мной... Он не преследует меня. В принципе, ты... Он где, в подвале, да? В подвале у тебя, да. Эндермен взялся. А, ну хорошо. Взялся. Да пофигу. Как ты. А, чтобы он никакой блок у меня оттуда не свистнул. А то обидно будет. Меня бесит Эндермен и тем, что они блоки воруют. Это да. Что-то нагрудник у меня исчезли. Он у меня... У меня нагрудник-то вообще был, нет? Не знаю. Был нагрудник. Я сделал нагрудник. Я сделал нагрудник. Я сделал. Я сделал. Сумерчный лес пойти. Погоди. Я сейчас чуть-чуть крышу доделаю. Тут буквально один рядочек. Ну давай. Давай быстрее. А, мертвый курс нельзя сюда ставить. Карьер-то что не работает? Блин, трава повылазила. Почему карьер не работает? Потому что топлива нет. Его заправить надо будет. Я же тебе говорил, кто в серии. А, у него топливо не бесконечное. Ты не знал, его заправлять периодически надо. Я не знал. Эх ты. С техникой на вытой, походу, да? Да, точно не запускается. Я же говорил, что чуть-чуть подожди, мы его скоро запустим. Не переживай. А накопал-то он просто до хрена. Я уже, кстати, несколько раз оттуда уже блоки вытаскивал. Так. Сколько тут еще? Буквально чуть-чуть еще. Сделать надо мне. Сколько? Нет, еще надо чуть-чуть. Сделать надо? Сейчас попробуем. Все. Великолепно. Сейчас должно, по идее, хватить камп. Ну что, как тебе дом получается? Красивый, да? Ну да, я же сто раз говорил уже, что красивый. Страстный домик. Страстный домик. Страстный, я бы сказал. Вообще, очень шикарный. Смотри, все, крыша готова практически. Ну вот. А был... Гораздо интереснее... Ага! Блин, не хватает опять. Гораздо интереснее было бы посмотреть, что внутри него будет. А то пока только снаружи. Ну я пока еще его не доделал до конца. Мне еще надо освещение. А то у него нормальное. У тебя там спаунится уже. Поскольку... Я знаю, у меня, потому что нету освещения там нифига, я тебе говорю. Освещения нету. Надо еще будет фирму еды куда-то вот сюда вот организовать где-то. Блин, я... Так, из чего можно сделать топор? Вопрос, из Назеритовой руды что можно делать? Не помню, если честно. Можно блок делать. Ну, у меня она в блоках лежит. Пять штук, кажется. Что с ним можно делать? Ну, во всяком случае, Назерит для зачарования нужен. Нет, именно Назеритовый блок этот. А, блок, не знаю. Декоративный, наверное, просто. Думаю, столько стекла мне хватит. Пока у меня плавится оставшийся камушек, я займусь стеклами. Мне надо делать стекло в доме. На крыше моей. А, кстати, интересно, а тыквенный паук может лазать по стенам? Я заполучил еще скин лошади скелета. Плюс. Когда убил лошадь скелет. Ну-ка, проверим. Хватит по моим стенам. А нет, стекленный паук не может лазать по стенам. Ой, это хорошо. А маленький паук может? А вот маленький может. Хе-хе-хе-хе-й, и привет! Хватит лазить по моим стенам. Блин. Во. Смотри, какая терраса мне куплю. Вот такая терраса. Здесь будет стоять стол зачарования, и здесь еще будет потолок сделан. Да, разумеется. я на крышу сам залез быть пауком классно давай давай нападай обожаю опа 3 циклопа спасайся кто может и кто не может бегите опыт это мой опыт чипи седьмого а я уже я уже его собрал извини он сам примагнился вот это забавный вылечка это паук еще забавнее я буду выглядеть таким эй чё делаешь звук такой грудат когда когда звуком ну так звуки они как бы с того мобов которого ты превращаешься всегда если я стану зомби будут звуки зомби соответственно пойду доделаю не на крышу доделать очень и паук по стенам не лазает прям грустно за него слишком огромная жопа ким кардашьян на минималках так 4 а ведь есть же еще паук зеленый паук ведь еще есть пещерный миссию нет джун из джунглей но джунглей мы еще пока не встречали так как здесь паук в него блин опять не убивай своего друга как я да ты что как я могу убивать своих собратьев ты чё обалделши ура одна ступенька осталась ура мне хватило на крышу теперь надо быстренько сюда спускаться и ставить стекло будет сейчас доме надо бы поставить последний кусочек стекла в доме и закрыть террасу до конца блин эндер где-то шарится у меня в подвале он прям у ру рукает очень громко это а это настоящий паук блин еще слизень прыгает здесь это я маленькая нет лучше не буду паука трогать за слизней усы здесь слишком мало здоровья мне надо стать кем-то другим вспомнил чем я на бок это было это я точно птичкой не стану птички мало блин эндер слишком больно бьется оба оба края до ока края сохранить нужно я знаю это очень необходимая вещь да и таких вещей нам понадобится еще очень много убивать эндеров нам придется изрядно нет тебе его положу на всякий да еще раз поспим чел когда в сумме через тоже пойду сейчас сейчас подойди пару секунд ну да я знаю дерево надо мне просто над дерево взять из моего инвентаря и что-то вы настроить еще да нет мне просто надо крышу покрыть внутри все и мы можем идти да это всю серию наверно займет блин пока не займет всю серию так ничего из внутри только потолок заложить и все я сплю уже давай ну спи опять в подвале сплю да ну да а как же марк какой же ты добрый мне надо поскорее с фонариками решать вопрос надо решить с фонариками вопрос да а ты куда ушел то вообще ты почему мне очень на крылью карты находишься я в доме вообще-то сейчас потолок быстрее доделать чтобы можно было идти спокойно ты все-таки до утра ждать не хочешь я хочу быстрее закончить потолок можно было потом в этот дом быстрее переехать да и кровать поставить туда наконец-то но я буду жить на первом этаже нет я пока еще не придумал как будет на очарование я живу на всех этажах ой так что сейчас было соседи что-то там тяжелое уронить здесь аж слышно громко было особенно самый прикол когда они начнут сверлить стену я живу в частном доме мне повезло у меня вот я поэтому тоже хотел бы в частный дом урановая куда чего потолок гаурановая руда не плавится а что здесь сделать съездную рудой делать интересно она не плавится она где-то в крафтах по моему применяется наверно ложу дерево золото каменные кирпичи камень лопату с собой берем мы идем спать все да я живу в подвале какое-то время покажет они ничего там комната то уютненькая комната с дверью который ведет в секретный проходы интересный у меня дом любители я делать какие-то проходы задние особенно елки-палки так жалко счетов у нас не туда каких счетов ну типа как вот на новых версиях учетом ломаешь уже я так и не научился пользоваться им что ломаешь да тут кое-какой снова проход делаю назад сзади дом да нет тут не лучше давай это туда прям вход какой сделаем из твоего дома будет оптимально что твой дом будет являться рассадником все эти фигни чтобы из твоего дома сразу туда можно было попасть так я сейчас немного сразу земли накопаю мало ли мне земля понадобится вот этот блок значит копать нельзя вот этот можно учетом считаешь да ничего ничего пока и толком 33 блока ничего сия на рынке 33 блока чего только дерево это дубовых по еловых здесь не будет потом все разровнять всю эту лужайку ничего особенного просто в кладовой еще один еще одну комнатку сделал на втором этаже зачем чего не будет не знаю на просто путь будет и надо наверно двигаться и туда сделать а блин меня досок а вот есть русские косы нормально так не знаю что там хочу сделать какой-либо нам надо будет дерево еще накопать чтобы ферму для животных начать живем на одном хлебе картошки вот именно что мы бедствуем очень жестко какой нам от с этим центрам до вендере если будет трэш будет вообще ну то вендере хоть вендер мире хотя бы нет лавы там наши в наши вещи не сгорят в лаве слушая мы будем этот убирать этого шахту или нет пореза домом у тебя находится зачем выбирать путь будет просто я хочу там заровнять засыпать бою хотелось бы как-то я вообще сначала думала сделать покрытие досками и по и двери поставить мне это было и дома мог было бы сделать спуск просто живой в дом из джинс пуску мне делать не знаю я бы не хотел бы тут заравнивать сделать даже копать надо было а ступеньки сделать туда хотел бы да нет не надо этого это вообще моя территория что-то тут заравнивать собрался не знаю прошу бы все везде красиво было но это это моя территория тут я сам буду решать по ясно тебе нет нет подземный подземный ход рою землеройка почти хватило блоков вот красота вот так вот здесь будет начать сюда город свою так вот не вынесешь еще чуть подальше на один блок кто уже успел сломать кого боже высот стоял мотыгу надо создавать а там не хватает у меня теперь одного а я туда не ходил если чё это не я стаженцами так здесь берем одно семечко так надо по-другому сделать так факела сюда палки не булыжник надо брюк взять а булыжник у меня по-моему есть есть все прекрасно теперь заново посадить кто-то сломал у меня грустно конечно что меня сломали сумеречный лес мы в этой серии уже не успеем сходить поскольку уже почти полчаса прошло зато основы сельского хозяйства до основы сельского хозяйства небольшие я делаю что я делаю ступеньки в подземном проходе мне кажется если мы будем играть фарминг симулятор будем называть серии основы сельского хозяйства ступеник хватило ничего себе прикольно пускай подержать нужна огневая подплотник может объяснить у нас зашел зомби выпадает и ничего полезного она не дает вот кстати что в моде в этот который добавляет там телевизор и компьютер и мебель вот это вот там гнилая плоть и для там гнилой плоти есть применение никакое из нее можно заморозить и она станет нормальной плоти которую можно будет пожарить и съесть блин удобная вещь наверно я надо же варить неплохо переносим чуть-чуть уже печь я решил пока временно перенести печь потому что мне надо все строить а места пока у нас нет что великолепно надо сундуки еще бы не переносить по сути конечно но если немного труднее так железный сундук у меня свой ага сейчас прям макс сходи из той кучи найди железный сундук пожалуйста из этой кучи надо найти железный сундук там у меня нет железного сундука ладно я из него золотой сделал уже золотой сундуки тянет супы я про свой а ну у меня нету и ладно сейчас сам найду его методом ошибок да блин что учет картошка жарится мы заканчивать серию вынду скоро мы тут решили что лимит действительно лучше полчаса не больше тонн когда картошка до жарится тоже не то да ну нафиг проще делаем я манал это все слишком сложно вручную перебирать столько я делаю все проще гораздо я просто буду вещь переносить сколько могу пока что временно я размещусь здесь так что мы не выпендриваемся живем обычно а все битком битком прекрасненько ладно короче такая вот бесполезная немного серии сегодня получилось у нас тупо сидели занимались сельским хозяйством и ничего больше блин ничего зато мы как-то чуть-чуть я собирался пойти в сумеречный лес но пока но пока но ждать он пока андрей доделает дела свои это извините дорогого стоит да но в следующей серии надеюсь мы уже пойдем бы побьем эту нагу наконец-то а пока что пассивный рассмотр с вас на сэпичные видосы подписывайтесь на стримский канал блоговый канал спалиру вконтакте и всем пока